Сформирован полный список кандидатов в Народный совет Хабаровского края. Он создается по инициативе в РИО губернатора Михаила Дегтярева. Сейчас специальная комиссия изучает кандидатов. Репортаж Антона Примачева. Валерий Алексеевич, насколько сокращаются объемы производства меда? Ну, если брать по прошлому году, примерно в три раза. В прошлом году было полторы тысячи тонн, в этом году менее 500 тонн. Валерий Шубакин – председатель Союза пчеловодов Хабаровского края. Он надеется войти в Народный совет, хочет обратить внимание власти на необходимость упрощения законодательства для владельцев пасек, а также остановить вырубку лип. Самое ближнее место, где находится липа, на территории Хабаровской, за 100 километров. Ближе ее нет. Я не считаю единичные деревья. Необходимо, ну, хотя бы, чтобы было так 5-6-7 там на гектару, по крайней мере, липы. Это минимум. Идею создать Народный совет Хабаровского края предложил в РИО губернатора Михаил Дегтярев. Около 100 человек он пригласил лично. Более 600 сами пожелали войти в состав. Среди них – школьный учитель Лидия Варфоломеева. Я бы хотела, например, установить и расширить сотрудничество с музеями и другими городскими объектами. Я бы хотела, чтобы нам добираться до этих объектов было доступно в плане финансовом, в плане безопасности. В 2020 году жители всего мира благодарят врачей. Они борются с распространением коронавируса. В Хабаровске власти предложили сделать сквер врачей. Но кандидат в Народный совет врач-психотерапевт Альфия Галиханова считает, что необходимо разрабатывать комплексную систему по профилактике эмоционального выгорания медиков. По сути, это такая мощная работа, состоящая не только с психологического компонента. Там еще и тайм-менеджмент и прочие-прочие-прочие вещи. То есть, по сути, это должен быть целый комплекс работ. Но хотя бы начать, я как врач-психотерапевт, могу начать с какой-то психологической стороны вопроса. Список всех кандидатур в Народный совет края передан на рассмотрение специальной комиссии. Первое заседание состоится в конце октября. Антон Примачев, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Но свои идеи по улучшению жизни в Хабаровском крае могут высказывать не только участники Народного совета. Так, например, региональное правительство принимает предложения по развитию Большого Уссурийского острова. Оставить свой проект может любой желающий на портале «Голос-27». Подготовить предложение о развитии территории с учетом мнения жителей региона поручил также Михаил Дегтярев во время прямой линии 1 сентября. Если у вас есть идеи, делитесь ими до 16 октября. Голосование за проекты будет идти до 24 октября, а вот итоги подведут 10 ноября. По мнению временно исполняющего обязанности главы региона, на территории должен появиться инновационный центр компетенций всего Дальнего Востока. Ну а ранее предпринимателями высказывались идеи открыть там и горную зону, зону свободной торговли или туристические объекты.